по прилепину хотел сказать пару слов в отличие от украинцев ну наверное всех я его знаю лично немножко хотя хотя знали вот тут он приезжал я вот только что с этим подрывянским общался и вспомнил как приезжал он сюда на какие-то литературные фестивали типа которые проводил вот этот вот очень большой любитель русского всего кабанов кажется его фамилия вот и туда и в том числе прилепин приезжал вот этот док до крым наши понятно ну и типа вас подрывянский сказал что он пробовал почитать одинного романа вот этот санька первых что ли но и в общем ему не понравилось и он считал что он такой хреновый писатель читать невозможно короче отмыться простой резюме вот но я не такой вкус по крайне мере имел раньше литературно-художественно эстетически поэтому когда он ко мне пришел году десятом наверное в редакцию газеты прости меня господи московский комсомолец где у меня был такой намоленный кабинет где кого только не было там начиная от каспарова и заканчивая не будем вспоминать вот хотя это было прекрасно ну и прилепим такой заходил тоже один раз он у меня был у меня были какие-то бутылки пару бутылок какого-то дешевого виски вот и мы типа ее выпили он там много рассказывал как он не любит путина как нужно менять власть как ну понимаете да он же был таким типа пассионарным писателем не вот этот роман санька это про то как вот бороться с властью с этой поганой и так далее вот я его прочитала потом я больше не виделся прилепил ни разу жизни по моему ну не разговаривал с ним на один на один точно но он мне посылал эсэмэски какой там его роман следующий читать чтобы типа понять его тонкую литературно-художественную душу но потом понятно что было они с еще каким-то я забыл как его зовут но абсолютно бездарный графоман они создали сайт который назывался тоже не помню как и они там публиковали свои там все более патриотические опусы ну и я больше его не читал собственно говоря прочитал несколько книг ну и мне они показались более или менее складно написанными ну просто в отличие от всех остальных кто типа там считал современным русским писателем этот хоть чуть-чуть умел складывать слова в предложении вот по-древенски так не считает он считает что читать невозможно вот я сделал него делал невозможно я читал прилепина какое-то время потом значит он ну когда вот крым наш вся эта история они тут же все стали про путинскими все забыли про про то какие они оппозиционеры какая власть плохая все стали в строй вот там помните ну не помните к славу богу вы никто не помните господи что в украине его не знают ну кто может на литературных фестивалях был но это это единица она я тогда еще написал что вот этот герой сань когда его который а хотя не буду это уже это я решил там типа сказать как он как он изменился как он стал из революционера сервильным абсолютно существом но это уже нет смысла теперь вспоминать потому что он стал в принципе рашистом да не в принципе одним из основных рашистов и все остальное тоже так прилагательное к существительному вот что еще про него сказать он писал какие-то гадости там про меня что там меня надо тому убить задушить там есть что-то такое и лимонов тоже которых статья кстати тоже свое время жалел как дурак и публиковал да и прилепит по моему какую-то колонку мне писал тогда еще когда редактором был именно по пулицистике политически они же тогда все были против путина стратегия 31 там ну и так далее вместе с кельцинской группы такие все были демократы но крым наш все расстрел на свои места ребята нашли себя я думаю что прилепен спер не меньше миллиарда рублей на все они к телеканал там хотели создавать какой-то патриотические но я думаю что его в жизни интересует в основном деньги вот и тут как бы мне непонятно но я понимаю что это что это такое и что дальше что было а дальше дальше фашизм 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 и вот этот взрыв на самом деле если честно я бы не хотел чтобы он умер потому что я хотел бы чтобы он дожил до трибунала как именно как все идеологи потому что я не думаю что он кого-то там физически мог убить я думаю что он для этого достаточно любит деньги жизни секунд политрук это как сказал подрывянский это самые неуважаемые должности любой части а он политруком там где-то был типа в днр типа сейчас там где-то около фронта но почему-то не на фронте ну короче это их дело кем себя изображать и что делает на самом деле это мне наплевать я хочу только сказать одно что я хочу чтобы он дожил на самом деле чтобы он не умер дожил до трибунала я думаю что самое талантливое и самое глубокое и честно я главное самое честное литературное и художественное произведение пролепия будут в этот будут его высокохудожественные показания на себя ну точнее не на себя он себя будет отмазывать на всех своих близких вот ничто не так не делают высоко художественно вдохновенно как стучат на кого-то и как перекладывать на кого-то свою вину это в общем главная особенность русской литературы Но вот какой ее уровень Этой литературы, можете посмотреть на Прилепину Прочитать пару абзацев Его какого-нибудь романа Написанного после 14-го года Говорят, это адище просто Ну, вот такое Я не знаю, в принципе Кому он особенно нужен То есть это экспонат Ниже Дугина В иерархии Но Дугин это типа городской сумасшедший Таким фашизмом в голове А этот не сумасшедший, этот циник Ну, такой, циник Бабловый чувак Вот, в принципе, я думаю, что есть Гораздо больше Привлекательных целей Из рашистов Но я уж не знаю, кто там чего и как Но хотелось бы послушать его на трибунале Заслушать, так сказать Биографию героя Из его собственных уст И про Путина, как он интересно расскажет И про всех остальных Я уверен, что они все сдадут друг друга Они так устроены Поэтому Пусть живет На самом деле Такие нужны в трибунале Кто такие красивые показания еще даст Да? На самих себя и на своих подельников Что там это? Беме какие-то вагнеровцы будут хрюкать? Нет Нам нужны настоящие мощные ораторы на трибунале Так что Пусть выздоравливает И готовится к своему Главному литературному бенефису Я думаю, что Там он нам много интересного расскажет Про все Вот А пока могу только одно сказать Что Желать смерти другим Это всегда Напрасный труд Это Ну не то что другим А скажем Людям, которые перед тобой ни в чем не виноваты А он именно этим занимался Конечно Он это Отрицание литературы Как таковой Это Отрицание Не знаю Всего человеческого Он превратился в нечеловека Тут никто ничего сделать не может Человек выбрал этот сам Ну Чувак ошибся немножко Думал, что весь мир будет на коленях А В итоге Непонятно Будут ли колени у тебя Такая вот история Это когда роешь другим могилу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok